Последние штрихи и плакат готов. Елена Фёдоровна Бровина не пишет гневных постов на форумах в интернете, да и компьютера у неё нет. Бороться за частоту видного она предпочитает по старинке, с помощью наглядной агитации. У нас же под названием «Свинья» вся эта акция идёт и в газете было написано. Ясно, ну и соответственно. Поэтому «Свинья» у нас свинья, она даже удивлена. Мои свиньи, они удивлены. Они удивлены. Это для них даже позор, что творится в лесу. Из газеты «Видновские вести» Елена Фёдоровна узнала, что в Подмосковье проводится акция с говорящим названием «Свинья». В ходе неё сотрудники Госадмотехнадзора ловят тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте. Свою лепту решила внести и она. Живущим здесь позор и срам. Заезжим тоже стыдно, потому что останавливаются автомобили и всё выбрасывают. Место, где Елена Фёдоровна решила разместить плакаты – лесной массив у шестого микрорайона. Здесь она гуляет с внучкой. На прогулках в руках у них не только детские игрушки, но и пакеты для сбора мусора, которые оставляют отдыхающие. Где бы ни были вот эти посиделки, всё оставляется. Если пройти вот нам ещё немножечко туда вглубь, вот, и всё, увидите, мусор. Ну, то есть это всё время, всё время, всё время оставляется мусор всеми. Местные жители также недовольны ситуацией. И хотя с мусорными кучами идёт непрестанная борьба, лес чище не становится. И субботники организовывали, и вызывали службы для помощи уборки этих территорий. И приходят люди, и помогают. Но это тоже не решение проблемы. По мнению Елены Фёдоровны, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Её метод – помимо уборки леса, призвать к совести тех, кто приходит сюда отдыхать. Но в идеале – создать в этом лесу городской парк. Самое главное желание не только моей, моей внучки. Мы ходим в день два раза сюда, чтобы здесь, может быть, с какими усилиями администрации приложить все усилия, но сохранить этот прекрасный уголок леса. После прогулки гостеприимная хозяйка угощает съёмочную группу кофе. Елена Фёдоровна живёт в Видном более 40 лет и не скрывает, что влюблена в этот город. Видно самый чистый и город. Прежде всего, не только зелёный, он самый чистый был город. Это здесь красота была. Вот где сейчас пятая школа, когда я въехала, здесь было громадное поле и ромашки. То, что происходит в лесу рядом с шестым микрорайоном, она принимает близко к сердцу. И хотя сама предпочитает мирные способы борьбы за экологию, считает, что меры к нарушителям должны приниматься самые жёсткие. Хотя я добрый человек, нужно всё-таки штрафовать. Но я подхожу, разговариваю, нотации не читаю, а только спокойно прошу, пожалуйста, берите за собой, улыбаю тебе, да-да-да. Вы понимаете? Но авосы ныне там. Видимо, в этом случае доброта вряд ли спасёт лес. Как показывает практика, только самые жёсткие санкции хоть как-то помогают сохранить остатки природы в видном. А благодаря таким людям, как Елена Фёдоровна Бровина, сохраняется вера в то, что неравнодушных людей у нас намного больше. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.